Приветствую вас и поправьте меня, если я ошибаюсь, но вы уже сами решили, что вам делать в данной ситуации, вы продумали план своих действий, и вы понимаете, что ваши отношения не могут продолжаться определенным образом, что вам не нравится ваше положение в этих отношениях, вам не нравится поведение мужчины в этих отношениях, вам не нравится, как он относится к вам, вы считаете, что это для вас неприемлемо, оскорбительно, удивительно, и, в общем-то, вы чувствуете, что недостаточно много значения вы имеете для своего молодого человека. И в этом контексте, надеюсь, с удовольствием вы все ощущаете, вы спрашиваете нас о том, считаем ли мы, что полезно будет, значит, там, с ним не увидеться. То есть, вы ставите вопрос так, считаем ли мы, если вы правильно поступаете. Проблема в том, что психолог не может сказать другому человеку, правильно он поступает или нет, потому что другой человек – это отдельная личность, и эта отдельная личность правит поступать так, как она считает нужно. Но, если человеку что-то не нравится, если человеку что-то напрягает, что-то не устраивает, то психолог может помочь в этом разобраться. Если человек не уверен в чем-то, психолог может раскрыть максимально полную картину ситуации, в которой человек оказался для того, чтобы тот увидел ее с новой стороны и принял решение все-таки сам. Из этого следует, что решение относительно того, как поступать, принимать право. Ни один из уважающих себя психологов не возьмет ответственность за вашу жизнь. Это будет неправильно. И не очень хорошо ставить прямую зависимость на слове от того, что вы будете делать. Поэтому, имея в виду все вышеперечисленное, я хочу сказать вам так. То, что происходит с вами сейчас, началось не вчера. Началось какое-то время назад. И вы определенно пришли к такому поведению, вы определенно сами пришли к такому вот отношению, к такой идее, к такому выбору. И пришли вы потому, что другого выхода вы не видите. Пришли вы потому, что вам не нравится, как обстоят дела. Но имеете ли вы право себя защищать и защищать свои интересы, бороться за собственную значимость, стараться, чтобы вас не унижали, чтобы не воспринимали как допустной вариант. Ответ – да. Вы имеете на это полное право. Почему? Потому что это неотъемлемые условия для развития личности. Только для развития вас. Далее. Правильно ли то, что вы чувствуете? Правильно ли то, что вы хотите сделать? И ответ на этот вопрос будет звучать так. Такого понятия, как правильно или не правильно, нету. Есть понятие нравится или нет. И, соответственно, если вы чувствуете, что именно вас не устраивает что-то, то вы имеете полное право реагировать. Реагировать так, как вы считаете нужным. Использовать в качестве реакции те возможные средства, которые вам доступны. Это ваше право. И если вы что-то чувствуете, а вы чувствуете, что вы для парня запасной вариант, то этим ощущениям нужно доверять. Потому что в жизни без доверия собственным обиживаниям, собственным чувствам нельзя. Без этого вы не сможете быть самобытными, не сможете продвигать и отстаивать свои интересы, не сможете добиваться своих целей. Тонкость заключается в том, что ощущения с ней у всех одинаковые. Ну, например, если поставить руку под холодную воду, то будет такая ситуация, что вам вашу кожу будет холодить. Но у кого-то это вызовет негатив, негативное чувство, у кого-то вызовет позитив. В зависимости от условий. Так вот. Вы сейчас находите в тех условиях, когда то, что вы делаете, является наиболее правильным. Наиболее верным. Но, я бы рекомендовал вам посмотреть еще на ситуацию, вот в какой стране. То, что вы позвонили, вот в эту письмо, что значит, так. Барин привык, что вы всегда бежите к нему по первому зову. Вот, почему вы так себя в отношениях поставили? Что послушало причиной тому, что вы такое положение заняли в отношениях? Почему вы по первому зову бежите к парню? Бежали к парню. Что вы о медведях в этом моменте? Какие мотивы? Может быть, какие-то страхи, может быть, неуверенность в себе, может быть, опасение чего-то. Если ваш выбор положения в отношениях продиктован волевым, свободным решением, то это хорошо. Это значит, что вы можете легко его изменить. Предварительно увидим для себя, что выбранный вами алгоритм поведения является неправильным. Но если то, что вы делали, то, что вы совершали, то, как вы относились к парню, то, как вы ставили себя в отношениях продиктованными какими-то вашими потребностями и желаниями, которые лишают вас свободы выбора, которые не дают вам поступать так, как вы того хотите. Вот в этом случае можно вам помочь. И с этим вам можно помочь подобраться, чтобы убрать все лишнее, все ограничивающее вас, чтобы вы принимали решение, будучи свободны. Чтобы вы в отношениях с парнем вы находились потому, что вы того хотите, например, а не потому, что вы нуждаетесь в нем для удовлетворения каких-либо своих желаний. Что является заранее залогом не свободы в отношениях и препятствием для развития именно искренних чувств, искреннего отношения друг к другу. Поэтому у вас есть два направления, то есть первое направление это, понятно, доверие вашим чувствам, доверие вашим переживаниям, вашим мыслям, если они пришли, значит они пришли не просто так к вам, они сейчас чем-то обусловлены. И второе направление это, возможно, проработка тех моментов, которые обусловили то, что вы оказались в таком положении. То есть проработка мотивов, проработка желаний, потребностей и так далее. Соответственно, прорабатывать вам это или нет, решать вам, разбирать это или нет, также решать вам. Но если решение будет положительным, выбирайте эксперта на нашем экскурсии и начинаете с ним работать. Это поможет вам обрести свободу в отношениях, поможет вам не оказываться вот в такой ситуации, в такой роли, можно сказать, зависимого человека от другого. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы оставить, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго.